здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала меня зовут ева и на этом канале я рассказываю о новостях туризма иногда о своих путешествиях сразу же хочу напомнить что все ссылки на источники информации у меня всегда под видео и приглашаю вас на свой дачно-кулинарный канал ссылочка также под видео если интересно заходите подписывайтесь и смотрите наши видео итак новости на сегодня за рубежом подсчитывают потери от ухода российских туристов антироссийские санкции уход российских авиакомпаний и резкое сокращение выездного потока российских туристов одним зарубежным странам грозят потери нескольких процентов годового ввп другим подорожание внутренних перевозок третьим пропуском всего туристического из-за ухода российского рынка в сезоне 22 года общий туристический поток в будапешт на озерах хэвис и балатон снизится на 10-15 процентов 2021 году россияне совершили в венгрию 73 тысячи туристических поездок а в 2019 году их было 203 тысячи также 2019 россияне входили в топ-5 по количеству визитов чешскую столицу в прагу этот город посетили почти 400 тысяч российских туристов это в девятнадцатом году однако в этом году в праге россиян уже не ждут чехия не выдает туристические визы россиян а в целом в девятнадцатом году чехию посетила пятьсот шестьдесят пять тысяч россиян которые совершили более двух миллионов трехсот тысяч ночевок сколько же миллионов евро недополучит туризм италии в девятнадцатом году побывали 1 из 7 миллионов российских туристов в италии оставили они на отдыхе почти миллиард евро россияне составляют 15 процентов от общего количества туристов в курортом риме не 10 процентов время 9 процентов в иностранных прибытиях в венецию но я бы так сказал что это не такая критическая прямо цифра 15 процентов ну из других стран будут хотя здесь еще и украина прибавится украина может быть там частично белоруссия потому что им тоже много что по перекрывали турция и египет могут потерять до 50 процентов российского турпотока 2022 году в турции ждали 7 миллионов россиян сейчас эти оценки уже снизились до 3 3 с половиной миллионов туристов в прошлом году в турции отдохнуло около 4 и 7 миллионов россиян в египте уже зафиксировали 40 процентное снижение въездного потока из-за отсутствия российских и украинских туристов далее здесь описывается про страны средиземноморья кипр также рискует потерять до 2 с половиной процентов годового ввп испании оценили последствия отсутствия российских туристов в 1 и 4 миллиарда евро также кубой доминикана остались без российских туристов вообще вот как то так индия снова выдает пятилетний электронные туристические визы она возобновила действия и выдачу пятилетних электронных туристических виз кому подойдут такие визы и как сейчас их можно оформить в россии пятилетние туристические визы уже оформляются посольством индии в москве как правило срок их оформления составляет 35 рабочих дней туроператоры оказывают конечно же поддержку в оформлении визы если вы покупаете тур от туроператора то они все берут на себя и вам помогут полностью правильно и надежно это все сделать а в и так оформление туристической электронной визы в индию под ключ полностью обойдется у туроператора в компании china travel 125 долларов бизнес виза на год 140 долларов долгосрочные мультивизы в индию эксперты рекомендуют тем кто зимует или удаленно работает в индии например в штате гуа также пятилетняя виза подойдет тем кто часто путешествует в индию по личным делам или по вопросам связанным с бизнесом пригодится пятилетняя виза и тем кто организует в индию специальной поездки йога туры аюрведа и так далее я слышала про такие поездки собираются группа и едут там заниматься йогой и всякой всячиной индийской когда вьетнам airlines вернется в россию перспективы возобновления авиарейса вьетнам airlines в россию выглядят туманными у иностранного перевозчика почти нет самолетов которые можно поставить на российские маршруты есть и другие причины по которым авиакомпании не сможет ближайшее время вернуться в москву другая проблема из-за которой вьетнам airlines были вынуждены приостановить рейсы в москву это эмбарго boeing и airbus на техническую поддержку в россии следующая причина авиа страхования почти 90 процентов флота вьетнам airlines застрахована в компаниях сша великобритании и с соответственно следуя эмбарго иностранные страховщики запрещают вьетнамскому перевозчику выполнение рейсов в россию и наконец последняя причина это риски приема и обработки рублевых платежей от российских пользователей и дальнейший перевод этих средств во вьетнам с учетом плавающего обменного курса и отключение российских банков от системы свифт сроки возвращения вьетнам airlines в россию пока не названы саудовская аравия вернулась к допандемийным правилам въезда для туристов сняла она все ковидные ограничения на въезд иностранных туристов в том числе российских путешественников теперь для посещения страны нужен только загранпаспорт и виза либо электронная либо оформленная по прибытии туроператоры прогнозируют направлению неплохой спрос при условии прямых рейсов эмирает с апреля будет летать в индию как до пандемии индия сняла все ограничения на международные перелеты на этом фоне о возобновлении полетных программ уже заявили индийские перевозчики и авиакомпания эмирец это будет 9 направлений пробежимся быстренько по этим данным мумбаи деле бангалор чена и хайдарабад котчик калькутта ахмадабад тируван тахура больше половины этих городов не знаю извиняюсь если неправильно говорю по ценам например из москвы в деле будет стоить от 70 тысяч рублей в одну сторону на одного пассажира в калькутту от 102 тысяч рублей на одного вот примерные цены кому нужна эта информация почитайте статью и изучите и последняя новость какие туры и перелеты есть в малайзию который откроется с 1 апреля она откроется без карантина для привитых туристов с какими же российскими вакцинами пустят в малайзию сколько стоит авиабилеты и пакетные туры например у аэрофлотов колумба которые возобновляются с 8 апреля перелет в одну сторону в апреле будет от 32 2000 рублей у турки шерлайн с удобными стыковками из москвы до куала лампура от 71 тысяч рублей в одну сторону эти от рвс от 87 тысяч квадр рвс от 225 эмиратс от 107 тысяч рублей в одну сторону на одного пассажира сколько стоит пакетные туры в малайзии в 2022 например пляжный отдых на лангави на 7 ночей с проживанием в отеле 3 звезды на завтраках стоит среднем 700 800 долларов в отеле 4 звезды от 900 тысяч долларов учина travel например такой же ванга висим ночей в отеле 4 звезды с включенным перелетом обойдется 1500 1600 долларов на человека тур с отдыхом на барнел 1800 долларов на человека вот примерно такие цены и так если хотите дальнейшем получать от меня информацию то вам необходимо на меня подписаться и нажать на колокольчик всем вам добра счастья мирного неба над головой оставайтесь со мной до свидания